Здравствуйте, друзья! В этом видео расскажу советы по аренде автомобиля в Алжире. На что необходимо обратить внимание и чего избегать? Первое – это выбор агентства. Для того, чтобы ваш визит не превратился в кошмар и чтобы избежать непредвиденных событий, которые могут испортить ваше путешествие, важно выбрать правильное агентство. Как же это сделать? Прежде всего, знайте, что Алжир – одна из редких стран в Северной Африке, которой не удалось привлечь крупные бренды, которые обычно встречаются в Европе или в других странах мира. Деловой климат здесь считается нестабильным и очень бюрократическим. К сожалению, инвесторы не сталкиваются друг с другом на рынке, который не гарантирует долгосрочной экономической стабильности. Поэтому в этот сектор вторгаются небольшие агентства по аренде, которые стараются изо всех сил удовлетворить спрос. Следовательно, прежде чем выбирать автомобиль на прокат, важно оценить репутацию агентства. Это очень важно и вы должны обратить на это особое внимание, чтобы, например, не остаться наедине со своим багажом в день прибытия в Алжир. Имейте в виду, что малоизвестное агентство может легко отменить ваше бронирование без предупреждения, особенно в популярный сезон, чтобы передать это бронирование другому клиенту, который арендовал на более длительный срок. Поэтому настоятельно рекомендуется прочитать комментарии людей, которые уже пользовались этим агентством. У уважающего себя агентства есть страница комментариев на своем сайте. Также вы можете посетить специализированные туристические форумы, чтобы узнать, что клиенты говорят о своем опыте. Второе, на что нужно обратить внимание, это цена. Вы должны остерегаться слишком низких цен. Многие агентства привлекают клиентов, предлагая привлекательные цены, но взамен не предлагают необходимый минимум. В этом случае существует риск, что старая машина окажется в очень плохом состоянии со страховкой, которая не гарантирует вам никакого покрытия, или же вы потеряете свой залог при малейшей проблеме. Третье, на что нужно учесть и на что нужно обратить внимание, это способ и условия оплаты. Оплата счета за аренду автомобиля в Алжире или в другом месте всегда производится при доставке автомобиля. Поскольку вы пребываете из-за границы, вам не обязательно иметь при себе динары. Поэтому важно узнать, принимает ли агентство евро или другую валюту. Знайте в то же время, что большинство коммерческих операций в Алжире по-прежнему совершаются наличными. К сожалению, очень немногие провайдеры предлагают возможность оплаты онлайн. Так что планируйте, прежде чем сесть на самолет, зайти в банкомат. Четвертое, это бронирование. Очень важно бронировать заранее, если вы не хотите тратить время на дорогу или сталкиваться с плохим агентством. Это особенно важно летом, так как спрос настолько велик, что дефицит носит почти систематический характер. Бронировать заранее нужно также с целью экономии. Так рекомендуют. Мы с этим не сталкивались. Но говорят, что часто агентство в аэропорту взимает на стойки на 20% больше. Я не проверяла, не знаю. Когда будете бронировать, вы указываете информацию о рейсе, и машина будет ждать вас в аэропорту, как только ваш самолет приземлится. Точно так же вы можете запросить автомобиль с водителем, если у вас нет международных прав для вождения в Алжире. Пятое, это прием автомобиля. Например, если забронированный вами автомобиль, например, недоступен, то компания по аренде должна предложить вам другой по той же цене, даже если он более высокой категории. Принимая автомобиль, обязательно проверьте его на наличие повреждений, а затем проверьте, все ли эти повреждения отмечены в описании. Ведь, возможно, за то, что не внесено, придется платить вам при возврате. Автомобиль должен быть в хорошем состоянии. И если вы заметили проблему в течение первых нескольких километров, то лучше машину вернуть. Шестое, это страховка. Ознакомьтесь со страховкой. Некоторые владельцы оплачивают минимальную, и затем при аварии эта страховка далеко не покрывает расходы. Чтобы не стать спонсором в этом вопросе, обязательно проверьте информацию. В Алжире правила дорожного движения соблюдаются меньше, чем в других странах, потому риск стать участником ДТП намного выше. Например, спровоцировать могут пешеходы. Они переходят дорогу когда и где пожелают. Вот на видео я старалась показать. Это столица, в этом месте зебры нет. Но это, как видите, никого не останавливает. И такая неожиданность для водителя может повлечь неприятные последствия. Залог и счет. Это седьмой пункт. Аренда машины без залога часто бывает сомнительной. У вас обычно могут потребовать определенную сумму, как залог, или же деньги и паспорт, или же только паспорт. Так вот, никогда не кладите свой паспорт в залог. Во-первых, это ценный документ, который вам нужен. Второе, это может скрыть неприятные сюрпризы в случае аварии. Например, ваш паспорт могут использовать для шантажа, чтобы вы заплатили больше, да, или заплатили всю сумму. Зависит от арендодателя порядочности также его. Не забывайте при этом также о риске потери паспорта. Сделайте и предоставьте, например, копии. Также требуйте счет о том, какую сумму, за что и кому вы заплатили, а также какой оставили залог. Восьмое, это возврат авто. Навстречу возвращайтесь вовремя, чтобы избежать стресса из-за опозданий, потому что это часто приводит к несчастным случаям в последнюю минуту. Также поинтересуйтесь о такой функции, как доставка в аэропорт. Доставка и возврат автомобиля в аэропорту – это хороший показатель профессионализма компаний. Серьезное агентство знает, что у вас нет времени терять зря, особенно если вы путешествуете с семьей. Вы обязательно будете спешить, чтобы добраться до места назначения. Поэтому спросите агентство, предлагает ли оно такую услугу, ее стоимость и часы работы. Девятое – это автомобиль. Нужно обратить внимание на автомобиль, какой вы выбираете. И чтобы успешно выбрать автомобиль в Алжире, вы должны сначала оценить свои потребности. Первое – это количество мест. Для семейной поездки часто бывает достаточно пятиместного автомобиля. Но это, конечно же, зависит от количества детей, путешествующих с вами. Обратите особое внимание на эту деталь, прежде чем выбирать автомобиль в аренду. С другой стороны, если вы путешествуете в одиночку или вдвоем, то выберите небольшой автомобиль, который поможет вам припарковаться в маленьких переулках Алжира. Автомобиль с достаточно просторным багажником, чтобы вместить ваш багаж и ваши покупки. Короче говоря, всегда ставьте на первое место полезность, а не сосредотачивайтесь на марке и модели. В конце концов, вы же его арендуете, а не покупаете. И десятый пункт – это контакты. Контакты компании по аренде автомобиля. Это важный контакт в вашем телефоне. Обязательно запишите номер на нескольких носителях, например, на телефоне и в блокноте, чтобы не потерять связь с агентством. От себя только добавлю, что не буду рекомендовать какой-либо из агентств только по комментариям других, потому что это очень ответственно. Я оставлю вам ссылку под видео на популярный в Алжире сайт, где можно найти множество различных предложений. Воспользуясь советами из этого видео, у вас должно все получиться. Также оставлю свой имейл. Наша семья не занимается арендой авто, но наши друзья – да, мы у них арендуем сами. Поэтому, если вам нужны будут контакты, пишите на наш имейл в переписке, познакомимся лучше и ответим на все вопросы. Будьте внимательны, друзья, не забывайте о сегодняшних советах. Приятного путешествия и желаю вам того, что и себе желаю из добра!